Привет, красотки! Сегодня мы с вами поговорим о наращенных ресничках. Плюсы-минусы, стоит ли наращивать, мой опыт, моя история, потому что я наращиваю реснички уже с сентября, полгода, да? Да, не умею считать. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль. Я думаю, что эта тема вам очень интересна, потому что очень часто вы меня об этом спрашиваете. И поехали! Начнем мы с первого вопроса, почему я вообще решилась наращивать ресницы, почему мне не нравятся свои. Да, именно потому что мне не нравятся свои. У меня, пусть и очень густые ресницы, но они короткие от природы. И каждое утро у меня уходило очень много времени на то, чтобы прокрасить все ресницы, чтобы веером их так красиво разложить. Честно, результат, который получался, ну, он был таким. Ну, вроде бы, у Саши что-то есть. Вроде бы, есть реснички. И то, может быть, это просто подводка. Именно по этим причинам я и решила нарастить реснички и ничуть не пожалела. Второй вопрос, это минусы наращенных ресничек. Безусловно, есть негативные стороны, которые могут оттолкнуть девушек наращивать ресницы. Например, то, что вам больше нельзя будет купаться с головой и с ресницами, потому что мочить реснички лучше не мочить. Также паровые ванны. От такого тоже нужно отказаться, собственно, и от сауны, например. Минусом еще относится, это, конечно же, то, что твои ресницы выпрямляются. То есть, их густота и длина, в принципе, может остаться неизменной. Допустим, у меня из-за того, что я реснички постоянно снимаю и делаю именно у мастера, у меня все нормально с густотой, все нормально с длиной. Также осталось короткими такими же. Но зато они выпрямляются. То есть, нет вот больше такой естественной закрученности, что ли. Ну, у меня ее особо и не было, но все равно. Также не рекомендуется краситься, то есть, допустим, вот подводкой, тенями, потому что все это осыпается. Реснички могут склеиться друг с другом. Также нужно более аккуратно просто к ним относиться, допустим, не спать на животе вот так вот, уткнувшись в подушку лицом. Ну, короче говоря, такие минусы, на самом деле, которые для меня вообще несущественные. То есть, я могу их обойти стороной. Например, в бассейн я просто надевала очки, которые меня спасали, потому что вода не проникала под них, и ресницы мои были в порядке. Плю я тоже, допустим, на спине или на боку. В общем, я поняла то, что плюсы в мою сторону перевешивают, поэтому переходим как раз-таки к плюсам. Плюсы это, безусловно, то, что каждый день не нужно краситься. Не нужно красить ресницы. И более того, можно вообще не краситься, если так уж посудить, потому что даже если будет такая экстренная ситуация, что вы просыпаетесь, и вы куда-то опоздали, проспали, то, в принципе, можно уже ничего не делать, потому что взгляд уже более или менее подчеркнут, распахнут. Поэтому для меня это огромный плюс, экономия времени по утрам. Не нужно покупать тушь. Нормальная тушь в масс-маркете примерно стоит, ну, в районе тысячи рублей. И она у меня засыхала примерно через полтора месяца. Так что, в принципе, это даже некая экономия. Далее, это, безусловно, распахнутый взгляд. Никакой тушью, даже если у вас реально очень длинные ресницы, не добиться вот такого эффекта, как, например, можно добиться с помощью эффекта 3D ресничек. Короче говоря, да. Плюсы это, в принципе, просто красота. То, что это красиво выглядит и удобно. Теперь по таким пунктам пройдемся более техническим, что ли, сколько держится, какие бывают материалы ресничек, сколько миллиметров у меня, например. Держатся нормальные ресницы в среднем 3-4 недели. Далее нужно делать либо коррекцию, либо менять просто реснички. У меня хорошо держатся недели 3. На последнюю неделю я уже начинаю подкрашивать тушью и затем прихожу к мастеру, она мне снимает реснички и клеит новые. Самим снимать вообще я ни в коем случае не рекомендую, потому что выдергивая нарощенную ресничку, вы, безусловно, выдираете и свою. У мастера же это происходит с помощью специального клея, крема. Также насчет материала у меня шелковые реснички, также есть, по-моему, соболи-норка и у меня 3D объем, то есть на каждую мою ресничку накладывается 3 нарощенные реснички. Что насчет миллиметров, начинается у меня от уголков глаза 9 миллиметров и к концу 13, то есть у меня такое увеличение, чтобы был взгляд более еще распахнутый. Ну и что насчет отдыха ресничек, я, допустим, делала 4 месяца подряд и затем недельку мазала маслом и лечила более-менее свои реснички. И, в принципе, мастер мне говорит, что состояние ресниц в порядке. Ну и, в принципе, мой вывод. Стоит ли наращивать реснички, круто ли это? Пока что, спустя полгода, я говорю, что это просто офигенно, мне это очень спасает жизнь, повышает очень сильно мое настроение и делает меня, в принципе, красивее. Зачем я сделала расческу, я не знаю. Если у вас остались еще какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить в комментариях, так что обязательно пишите, наращивали ли вы реснички и хотите ли, может быть, нарастить. Что вы вообще о них знаете, давайте обсуждать вот эту тему в комментариях. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, если так, то поставьте пальчик вверх. Спасибо вам большое за просмотр, я вас очень сильно люблю. Улыбайтесь чаще. Пока. И часто у меня спрашивают... Ты моя зайка, ты моя хорошая девочка, почему тебе кажется?